Солочия – излюбленное место отдыха рязанцев. Хочется добавить, к сожалению. Ведь огромное количество отдыхающих, многие из которых не отличаются воспитанием, чаще всего не утруждают себя вывозом мусора после праздного времяпрепровождения. Итог – Солочия, удивительно красивый уголок природы, постепенно превращается в большую помойку. В минувшие выходные волонтеры экологического рязанского альянса решили взять инициативу в свои руки и очистить территорию, прилегающую к Лысой горе. Экологический рязанский альянс – организация, объединяющая всех, кто желает бороться за чистоту в нашем городе, в нашей области, за экологичность, за чистый воздух, за чистую воду, за чистую землю. Объединяет совершенно разных людей, достаточно большое сообщество. Вот сегодня у нас акции традиционные уже, которые, наверное, проходят раз восьмой, потому что мы два раза в год проводим. Это большая уборка. Правда, желающих поучаствовать в большой уборке Солочия было относительно немного. Отдыхающих, оставляющих горы мусор обычно бывает гораздо больше. Но вряд ли кто-то из них озабочен состоянием природы настолько, чтобы потратить на уборку свой выходной. А вот те, кому времени не жаль, после себя подобную грязь не оставляют. Поэтому им вдвойне больно снова и снова смотреть на этот мусор. Ну, наверное, все равно чувство какой-то отчаяния остается, потому что из раза в раз приезжаешь, и из раза в раз хоть убираешь, хоть нет, сталкиваешься с этой грязью. Но я считаю, что такие мероприятия нужны даже, может быть, не для того, чтобы сам мусор убрать, а для того, чтобы привлечь внимание, в первую очередь, чтобы люди вообще начали думать о том, что, может быть, мусорить-то и не стоит. Начинать нужно с малого. Не обязательно вступать в ряды Рязанского экологического альянса и участвовать в таких обширных субботниках. Достаточно самим не мусорить и воспитывать любовь к природе у детей. Оказалось, что мусор не единственная проблема. Местные жители и сами готовы все убрать, лишь бы понять, по какому праву и с чего разрешение здесь были оборудованы вот эти места для отдыха. А отдыхают здесь круглосуточно и зачастую пьяными шумными компаниями. Какой, ну извините, культурный уровень, когда он приезжает в 12 ночи и орёт здесь до самого утра, и мы ничего не можем сделать. Оказывается, это частная территория. Милиция не подчиняется никому. Она не едет на эти мероприятия, чтобы их разогнать. А данный человек не выходит, который здесь за этим смотрит и собирает деньги. Что и говорить, Солочи превращается в место для добывания денег частными лицами. А вот состояние здешней природы, похоже, волнует только местных жителей да волонтёров экологического Рязанского альянса.